Субтитры сделал DimaTorzok 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 Банэхалл Что предпримет Мигель В ответ на На забаненную Раст Ну это минус Энчандрес Это минус Энчандрес Собственно Как я и сказал Скорее всего лесной герой Должен какой-то быть Ну Энчандрес очень хорошо подходил на эту роль Поэтому почему бы ее не взубанить Ну и остается по два пика По два пика И это важно Что можно взять в сложную Ну я даже не успел сказать Энигма Энигма в сложную На ней будет скорее всего играть Красс ПГГ Дред наличие год на спектре А нет Смотрите год же на Бэтрайдере Тогда на спектре ПГГ что ли Или на Бэтрайдере будет не год А например Вигас Интересно Вингоя отвечает Мигель Тут все попроще Трипла уже имеется Нужен герой в мид Хотя и оперейшн в миде Очень неплохо себя Против Бэтрайдера проявит Видели мы сегодня Аперейшн против Бэтрайдера Дважды в матчах Москов 5 Против ДТС В полуфиналах Ну и можем увидеть Третий раз Но не факт что это будет год Не факт что это будет год Это может быть Какой-то другой Человек Тем временем в матче За третье место Закончилась первая игра Игру эту комментирует Версута на Киберарене В первой игре выиграла Команда Хвост плюс 4 Там сейчас начинается Так же как и здесь У нас второй матч Но и Если Хвост выиграет Там и М5 Тут то Наш сезон будет закончен Но Я не думаю что ДТС В главе с Артстайлом И Манки Бизнес Согласны с этим Тайдхантера ПГГ Но все таки трипла у нас будет Не будет у нас Саламида Скорее всего И у нас будет Ромик на Тайдхантер Че бы нет Батрайдера вниз Энигма в топ Батрайдера вниз Против триплы Или Энигма Против триплы Нет Наверное в сложную Манки не отправят Свою триплу Это было бы Как-то слишком Тяжело будет у нас Стоять Антимагу Потому что И последнего героя ждем Кого же выберут Манки Бизнес Манки Бизнес Володя уже готов Настроен и довольен Можешь попередавать приветы Пока я разрешаю 30 секунд до конца Что возьмет Мигель Что возьмет Мигель И это будет Но по-прежнему я не знаю На ком кто будет играть У М5 Я думаю Лич Байдред НС Тайт Ого Ого Вот это прикол Это из резряда У вас два лайта Я возьму три лайта Вивер Бай Мигель Энджел На Антимаге Калк На Шекере Линк На Апарэйшене Риз на Винге УМ5 Спектра Бай Гот Петрайдер Бай Вигас ПГГ Как там в песне Этой пелось Самый темный Блэк Хол Самый потный Инвокер На Энигме ПГГ Дредд На Лич НС На Тайт Хантере Как мы предсказывали И это хорошо Ну как будут стоять линии Мы уже увидим Надо встретить скрипы Напомню еще раз вам Что это гранд финал Счет 1-0 в серии Команде М5 Нужно выиграть эту карту И все Они чемпионы Команде Манки Бизнес Нужно выиграть еще 2 Шмогут ли они Я думаю шмогут Молчу я не боюсь Боюсь что то соспойлить там Что то лишнее сказать Кто где как Тут слага залетела Лайонесу Под попу Увидел Увидел Да что шейкер Лайонес пришел наверх Окей Это уже инфа Полезная Полезная для одной Для второй команды Ну и собственно Вот тут смотрите Как застопили Но толку никакого Потому что оранжевой крип Дошел далеко Как и предполагалось Будет в миде у нас Стоять линк Против даблы Год и Драдисбэк в миде Дабла с спектрой Внизу в легкой У нас будет Ну вот это вот Вивер против бэтрайдера Вивер против бэтрайдера Ну и Энджел Вместе с Ризом Вместе с Шейкером Будут стоять Триплу против ПГГ И Пока Разгуливающего Непонятно в каком Порядке Где вообще Будут тусоваться НС Ну посмотрим Спектра или Антимаг Или может Порешают какие-то Другие факторы Но я думаю Вряд ли Основная суть У нас будет Спектра или Антимаг Не забываем про Вивера Не забываем про Бэтрайдера Ну и конечно Отличнейшие Просто Массульты Энигма Лишь Тайд Если все эти Три вещи влезут Там никакой Антимаг Не поможет Там и Антимаг Со спектрой В одной команде Не помогут Смотрите Получает Много дэмэджа Здесь Дредд Подставился Немножко Ну и Смотрите Какая Винга Наглая Выбежала сюда Тем временем Внизу Интересно Цепанули Здесь Вигаса Шекер Долстан Вигас Файрфлай Улетает Отпивается Все спокойно Но правда С Регеном Там беда Потому что Осталось Только Одно Танго Мигель По нулям По прежнему Взял Уже второй Дайвл Скоро будет Третий Он Так что Убил Первого Крипа У Вигаса Это уже 5-2 Тем временем Тем временем Минвайл Инсовь Ятраша 1-3 Лич 11-1 Угаде 700 голды Здесь Тайт С ДД Тоже Такой Прибежал Уже Линг Заныкался Под Тауэром 4-0 Крипстат У Линка Здесь Опять Вы смотрите Закрыли Вигаса Под Сформом Он Улетает Отсюда Втерпает От этих Маленьких Жучков Но Уходит Реген Закончился Есть Опять Так Одно Танго То Что Я Варил И Вот Он Сейчас Его Кушает И Сейчас Будет Тяжелее Тяжелее Вигас Следующая Слага Уже Довольно Серьезно Вы смотрите Что Происходит А Отрезает Мигеля Если Бы не Отрезав Сугучи Забежал Мигель Могло Быть ФБ Но Его Не будет Пришел НС Помазал Вигас Все нормально Живем Дальше 13-2 У года 1-3 У Дреда 6-2 Линг Миди Получает Здесь От Дреда Нову Ну и Дерется С ним Тут Что Доггер От Спектры Осторожнее Надо Быть Сейчас Будет Еще Одна Новая Будет Вафли Нет Мне Прошел Кулдаун У Дреда Да И В принципе Первого Левела Новая Там Не Особо Та И Больно Бьет Или Уже Второго Левела Да Второго Потому Что На Левел Один Вкачан И Пока Хавалка Крипов И Цепи Винга По-прежнему Помогает Фармизе Сядь 18 На 6 У него ПГГшка Левел 3 Боится Особо Далеко Подходить Потому Что Если Эрис Пойдет Станом Могут Быть Проблемы Поэтому Далеко Он Не Вылазит Третий Левел Магина Уже Четвертый Но Энигма Тоже Взяла Четвертый Левел И Вот Прыгает Прыгает Сюда Антимаг Два Раз Резанул Маны Все Меньше И Меньше На Эдолон А вот Здесь Проблемы И Могут Убить В Миде У Нас Линка Линк Пытается Уходить Гот За ним Под Тауэр Еще Одна Тычка Нужна Линку Шейкер Стан И Все Таки Дред Забирает ФБ 1 0 Москов 5 Линк Все Умер Там Дред Тауэром Его Там Добило То есть По сути Размен Но ФБ Забрал Дред Дисбэк И С гордостью Отправился Умирать Чего бы Нет 23 7 Ангел В топе Ангел В топе АПГГ В рэпе 22 3 Угаде Нужно Ему Колечко Какое-то Себе Принести Потому что Он Серьезно Побитый У него Три ветки Топорик Линк 7 4 Ну и Спектура 2 2 3 27 На 8 Ангел Продолжает Продолжает Гнуть Свою линию Стоять Здесь Могла бы Винга Куда-то Пойти Немножко Прогуляться Но Видимо Цель напрягать ПГГ Поважнее Всех Других Целей 1 5 ПГГ Солринг Две ветки Реген Вызывает Это Игдалон Солрингом Попроще Потому что Ему не страшно Если его будут Немножко Нарезать Винга ПГГ Получает Немножко Демеджа И А Еще и на развороте Дважды Тут Пнул Риза Который ой 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 да ты что пгг пгг соло убивает энджела да ты что да тут конечно энджел немножко ну загулял скажем так ну и тут же станчик от пгг и умирает уже в блинке но умирает все-таки казалось какой-то момент что уйдет но не ушел 21 счет стал матче 21 пользу команды москов 5 пггшка левел 5 и скрабо 6 дред 11 00 год 24 есть кольцо вангвард пермайт вам очень скоро будет тут нс получает дэмэдж от мигеля мигель 14 2 к тоже ничего не купил собирает на колечко скоро на него будет станет проще будет реген будет ли он делать линку против этих героев я даже не знаю думаю нет думаю вряд ли хотя может быть и будет не знаю не знаю ггг уно зеро уно зеро после этого невероятного кила энджел 0 1 лет и невероятной смерти тапок есть кольцо есть есть magic wand уже грейджины я думаю еще одного раза такого не будет и долоны пробивают довольно серьезно под минус арморами умирает тоже довольно серьезно принося денег энджелу все больше и больше по 30 с копейками за каждого и долоны довольно много и зря пггшка просто их на растерзание отдает три идолона то 100 голды зачем же дарить четвертый левел нс а три ветки мигель тем временем левел 6 22 на 22 на 6 не криптат касая 300 есть капуни и газ вигас бросает стаки вы смотрите и побежал побежал мигель но возвращать сюда квигас пигас тоже 6 левел есть банка есть тапок может он принципе уже с помощью лассо чё-то придумывать против того же вивер хотя будет тяжело но можно и вермин купил тапок 60 голды осталось кто как и веры как хвост покупает тапки непонятно когда даггер залетает сюда но в отличие пгг не пошел пгг не пошел дальше чтобы застанет попытаться убить этого опорейшена он наверное сделал правильно 6 левел энджел поставили его тут 1 м5 не мешают фармить значит не чувствует опасности но фармит он получше года шейкер отстанивается здесь побежали идолоны искать его и нашли с идолонами так минус пгг где это было вообще наверху залетел пгг и тут же его приняли там риз вместе с энджелом отомстили так сказать был только что миди пггшка улетел сюда и тут же его поймали 2 2 стал счет интересная ситуация здесь витя мигель дерется здесь с несами с фигасом а вигас бросил на него один стак напалма тут же отошел но и нес получил несколько плюх таких серьезных возвращается пгг на линии что и левел вызывает сразу несколько педалонов и будет продолжать не давать спокойно жить антимагу который чё-то раз и сильно разгулял сильно расформился 1000 плюс голды уже в него имеется вивер мы видим по т купил бэтрайдер пока ничего нового нс тоже ничего нового ли четыре ветки тапок и вангвард уже имеется здесь все время поймали 5 пгг и минус пгг забирает калк который пришел 3 2 а monkey business выходит вперед вот так вот 1-0 у калка 0-1 у анджел 0-3-5 здесь миди тем временем убили линка забежали за тауэр дред и год ведь а год еще отлично так потанковал тауэр чтобы ушел отсюда дред дред уходит отпевает остается в живых забирать кстати уже второй киллу но года еще ни одного ни одной смерти ни одного кила о есть вангвард лучше спокойно чем так быстро атаки тут вивер вивер находит дреда бросает на него сворм но не решается идти до конца 7 левел уже у вивера подходит он здесь мид но и тем самым оставляет вигаса фармить тысячи голды уже у вигаса пгг по-прежнему упорно возвращается на свою линию и будет с идолонами уже уже третьего левела или четвертого не третьего левела и долонами продолжать пытаться отпушивать эту линию зарабатывать какие-то деньги но по-прежнему у него тапок соул ринг больше ничего главная цель команды monkey business вот где должна быть нарезает тут вивер года у которого вангвард которому в принципе на вивера на данный момент до одного места то есть вивер по сути не не пробивает толком ну а для меня пришло время сделать первый сейф 11 минут 20 секунд игры за нами пока 3-3 ровненько и спектра против антимага продолжается так тут свапнули пгг-шку стан пгг смотрите затягивает затягивает троих но как бы помощи не было прилетает год прилетает год может убить он здесь риза дает даггер не точно и здесь нарезает года не будет у венгистана еще да нету венгистана год забирает сюда же залетает ульт аппарата год пытается уйти отсюда и красавчик год все-таки убил ушел нормально но не могли спасти там винго абсолютно никак хорошо пгг троих там засосал black hole и в итоге получился не просто отдача размен один в один двенадцать минут две секунды за нами лично милиночка и фарми дред подбежал к нему нс нс тоже нужен пятый левел нужен 3 ветки ничего тап 3 ветки и саби маска у дреда а так нет и туда не пойдешь дружище как-то он дред туда и не пошел бэтрайдер 49 26 вегас продолжает фармить косарь 700 уже имеет ивер 800 голды есть пт есть слипер сафагилити magic stick 2 веточки и фласка но здесь тапок вангвард и вот сейчас будет пт да пт вангвард маджик вон выпугает тут энджел пггшку ты не подходи и сюда не ходи туда ходила снег в башка попадет совсем мертвый будешь девятый левел уже энджела 1 1 6 2 на 12 крипстат отлично глянем кстати угодно криптат сравним 63 на 11 63 на 11 63 на 12 64 на 12 лет пацаны идут ровненько и как я говорил нас будут битвы нас будут битвы антимах против спектры обычно в таких битвах побеждает спектра но не забываем про других героев есть три шикарных масульта у команды команды москов флайф но есть отличные герои по типу вивера по типу шейкера у команды monkey business ну и вивер конечно это западло такое что гогол могут быть с ним серьезные проблемы битрайдер 51 на 26 43 10 у вивера тоже довольно много смотрите здесь винга и блинкаут вигас отлично винга уже почти была готова свапать блинкуется вигас отсюда ну спалил блин хотя в принципе если он был возле крипов сами уже увидели а датчане что был у него блин как не было ему смысла там не палить его не показывать никому казалось все почему бы и нет вивер забегает и отрезает смотрите шейкер отрезает той да и тут залетает ульт аппарата вигас цепляет шейкера тащит за собой по файл флайм спектра тут же шейкер наверное умрет венгады там да шейкер умирает от стана венги шейкер умирает от стана венги пассивка добила и здесь венга тоже отправляет ставерну год килинг спри даблкил 6 4 6 4 нглант пт косарь 100 неудачная драка был шейкер в инвизе отрезал он тайда дали ему ура мы собрали 10 тысяч это круто так энджел луча дал бы плохого эти долоны убили может быть нет может быть нет может быть кулдаун и нет куда он может быть я не очень баггер у вигаса мы это уже видели у лича ничего нового у опарейшина тапок брассе шейкера тапок тут тоже ничего но ты еще голды но есть килинг спри ухода то время как у энджела нету киллов есть 111 у него стат но года уже килинг спри и он становится опаснее и опаснее пт у пгг пт соул ринг две ветки magic stick 230 голды пашечку бы купить а случаях если вдруг придется кого-то помогать шестнадцать минут игры ровно прошло ноль-два у риза у калка по одному у энджела тоже по одному стат 1 2 линк и ноль-ноль пока мигель ноль-ноль пока мигель но есть медальон в кураж есть пт есть немножечко денег спектра спектра начинает спектра включила спектру скажем так 11 левел и фармит фармит годы почти 2000 и никто ему в принципе в этом не помешает на данный момент станов не так уж и очень много но хотя в принципе вы знаете есть шейкер есть венга можно как-то пытаться убивать но решили пойти другим путем манки бизнес они решили переформить спектру на этой долоны и напрягает серьезно так энджела здесь пгг оставляет того отблинковаться и не пушить дальше линию семнадцать минут прошло пгг девятый левел кстати 1-3 у володи 0-0 нс 0-0 нс тапок 3 ветки просветку с собой носит 2-1 у дреда и 0-0 также у вигаса но 62-31 отличный крипстат у вигаса кстати спектра спектра 93 на 29 и здесь 86 на 14 как пошел вперед год-то а но просто проблема в том что год как бы прыгает убивает остается на линии фармит прыгает убивает остается на линии фармит а в миде в миде в миде спектра как раз прыгнул здесь тайт ультанул быстро минус скалк дредд пытается убить этого жучка ты прав нет сбривает его энджел не дает уйти дреду здесь тем временем минус 0 еще линка спектра пытается уйти затягивать смотрите мигеля здесь пгг масса дэмэджа энджел убивает нс а мигеля забрал год размен 3 в 2 в пользу команды москов 5 хорошая была драка даблкил сделал у нас на антимагия энджел ну и один кит за один килл забрал год мы изберили мигеля это важно сейчас может быть минус тава может быть а может и не быть из-за от глип нет все таки будет минус тава слишком много идолонов здесь энджел не смог заденаить пгг еще простанил вы смотрите 96 счет и кстати это упал первый товар за игру да это был первый товар на девятнадцатой минуте игры м5 убивает первую вышку интересно 3 1 angel 4 14 2 500 где где год сколько там денег 300 300 год зодианс будет на 22 может на 23 и продолжает нарезать спектра фармит год очень хорошо 104 на 30 40 есть доминейтинг все отлично мигель есть медальон пт и в райсбэн больше нет ничего пока ничего особо не намечается знаете стояла свою сложную стоит дальше это нет ну не та роль в игре он выполняет который например понял хвост да в игре против манки бизнеса да мы смотрели немножечко не та роль но и у нас смотрите спонули венгу гаша тенеса будет ли нового отличия га птается бежать сюда же прилетает год и плюха от вигаса добивает ой 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 проблема у мигеля мигель птается уйти есть просветка гаш возвращается в ульт просветка сбилась нужно еще одну сугучу цепляет вигас сворм в ответку плюха ну и мигель уходит мигель уходит опа гг смотрите как его тут побило вот о боже бэтрайдер летит дальше и далон здесь что происходит вообще вигас отпевается и блинкаут ой 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 я думал год даст даггер как они гоняли этого мигеля так и не загнали не совсем туда ну да ладно тауэр забирайте времени монет здесь же пгг год год уже как видим с реликом ну и здесь энджел перса еще один тауэр падает забирает его дред голоду не отдает и я сделаю очередной сейф по-прежнему крики из зала с той стороны где идет матч за третье место не знаю я как там идут дела кто знает расскажите здесь смотрите зацепили энджела и бьют его тайт ультанул нет не убьет не убьет не хватит дпс конечно же манвард ну ну били били что там два ульта и видите 250 хп сняли вдвоем его убивать практически нереально ну на трое может быть и четверо скоро будет ну так же как и со спектрой спектра по-прежнему доминейтингса 4-0 счет 10-6 по-прежнему ну и ситуация такая что по сути у спектры идет фарм лучше и должны понимать манки бизнес надо им что-то сделать с этим битрайдер летает здесь по лесах и находит аппарэйшна во прикол чё ж не блинканулся то прям под него боялся боялся 133 15 анджел и пгг готовится к бх или нет я думал уже готовится вова засасывать сюда по энджелу но не рискнули опять таки вдвоем практически нереально тает ничего нового лич есть урна есть тапок мэджик вонт пгг есть мека ну и у битрайдера появился у нас виталити бустер в то время как у года 22 почти 23 как мы предполагали радианс радиансу года но тут видите под медалькой все таки больно ему все таки больно под медалькой вивер нарезает ну и через медальку они будут пытаться года убивать мигель 12 12 левел 75 на 12 крипстат есть косарь плюс голды м5 готовятся попушить тир один тавр на верхней линии ну сразу не получится нужно больше идолонов ну вот собственно с идолонами это и будет делать пачка крипов сейчас подходит да вот видите есть тут пгг есть дред есть нс будут они забирать здесь тавр тут по прежнему внизу ну не дает уже так спокойно мигель жить году как это было до этого тавр все таки упадет да падает тавр забирает его пыль из голгейма и два четыре минуты игры ровно за нами ломай ломай мид ломает энджел вы смотрите дэмэджа там уже очень даже много там уже 160 с копейки мы дэмэджа есть первая тпс глип энджел улетает это энигма битрайдер за ним цепляет ту же спектра ту же спектра и black hole ульт аппарат сюда влетает минус энджел келлинг спригод отлично отличный тимплей косарь 400 года ну и пойдут сюда м5 да чего терять шейкер тут пытается смешать даггер в энгу пошел год такой бесстрашный да ладно на базу бы уже че ну это два тавр амиду сейчас упадет это уже четвертый тавр который упадет у команды а нет не упадет по гг далеко зашло зашел по гг далеко зашло вот блин сказано эдва тавр все же падет битрайдер здесь прыгнул пытаться кого-то поймать не поймал тавр забирает год опять таки 5-0 год 151 34 есть 2000 колды ну и антимаг уже жив поэтому я думаю не пойдут на хг ни в коем случае батлфури появилась у энджела не знаю было ли оно когда его убивали по-моему уже было может я этот момент провтыкал ну и вот видите вместе с энэсом вместе с пгг и голд здесь дрейд чуть-чуть отошел уже далее линию на топе уже распушили достаточно здесь фармит мигель мигель 1800 я так понимаю будет делать что-то на живучесть ой проблема у энэсо проблема у энэсо здесь цепанул энэс таки ультанул хватило маны убивает здесь риза вига скиллинг спри драга пошла на две части шейкер здесь отстанил пгг бегает мигель нарезает пгг шку здесь шейкер пытается что-то сделать ультует перед смертью умирает кальк умер энджел убивает пгг год до этого убил калька мигель и есть дред из бэк повешал повешал на него орна минус мигель 3 в 1 спокойно играет м5 все драки проходят как-то ужасно спокойно просто пятый тауэр падает пятый тауэр он тут год потанкует ему не жаль не он улетит ему жаль пгг сказал ломайте пушку а тут стоит два героя полу суппорта и никого ломайте пушку даже крипов нет 27 минут игры прошло видим улича робов маги тапок урна энэс тапок magic stick так тут свапнули энэса пытается он убежать но тут вряд ли уже что-либо энэс светит еще стан венги залетает но тут энэс допушился энэс шел ломать трон я уверен чуть чуть не хватило чуть чуть зашибись четко макете 14-8 еще так вигас тут напал на него энджел но далеко не пошел у вигас напомню киллинг спре имеется полетал файрфлайта тут сейчас вот не надо быкать потому что файрфлайта закончится прежнему летает тут вигас не дает себе толком подобраться ну и энджел сейчас бежать спектра доггер ну тут блин до свидания ребята спектра с дефузами спектра уже с дефузами 28 минута есть дефуза есть левел 16 во время как у энджела 16 но тоже есть 12 12 левел в матче за третье место во второй игре со счетом 20-22 пока ведут дтс там еще ничего не ясно ясно что здесь пггшки сейчас будут вафли нет да умирает пгг ульт опорешно таки добил его у нас 9 минут 14 9 тут ой 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 как хотели убить эту куруто а очень хотели но не убили это же несовское было я так понимаю или нет скорее всего да в прошлой игре теряли решили в этой тоже можно почему бы и нет да 16 левел уже антимаг вот этот фури вангвард 2-100 вивер вивер у нас купил ультимайт орб что будет делать не ясно ну линкул так зачем против бэтрайдера непонятно ну наверное да тридцатая минута игры идет аааа 14 9 польза москва 5 во втором матче аааа финальной встречи и интелл челлендж с устракапа ну и пока более-менее все идет на руку м5 очень хорошо выформленный год и продолжает он себе спокойно фармить уже до 1000 после диффузол энджелт видите увидел года сразу отсюда блинка аут появилась в нем кстати яша яша после маджик вонда но год мне достал 6 0 года 6 0 ксар 600 есть голдишечки чех в паре что то на фигаме на докторе бутербург все нормально Ну и опять Манки Можно сказать закрывается По сути делаю я сейв 31 минута игры Идет у нас 14-9 Счет Вот Манки на ваших экранах Пока все в игре И продолжается наш матч Ультаппарата Залетает четко в Рошана И Спектра ультанула В кого? В Калка, Калка сбривает год Моментально просто одной ультой На Энигме здесь висела монетка И что будет дальше? Спектра здесь на базе Вы смотрите тут чуть не убила еще Вингу Черная Бобриха Но и разгоняют М5 всех Заинтересованных в том Чтобы не дать ему бить Рошана подальше отсюда Антимах Идет тут В бэкдоре Тауэр забирает себе спокойно 1900 у него голды Да мент оставила фигня Здесь залетел Сворм Ну не дают убить Рошана Спокойно Врагу здесь Манкис Но и не отчаивается М5 Второй ультаппарейшн За одного Рошана Влетает и антимах Хо-хоу Ульт фулоу АНС Отлично Ну все Антимах без ульта Уже врываться смысла толку нет Но бьет дальше Рошана М5 Стан Шейкера Абэтрайдер Вылетел на Шейкера Калк И здесь же антимах Пытается помогать Все-таки Добивают М5 Рошана Забирает Спектра Эгис Такой многострадальный Рошан Начали бить Они его Когда было 30.00 Две минуты били Два ульта аппарата Пережили И по дороге еще и убили Калкулс Два куска Энджел Делает монтостайл Вингат Тапак Плайнсвокер Две гантели Тысяча голды Ну мясо для Спектры Шейкер 960 Голды С нуль талисманом Это еще больше мяса Это вообще Там будет Отлетаться просто Моментально Это все Смотрим дальше Че придумают Че придумают Ребята из команды Манкис Ооо И Вигас Красавчик Блинкаут Из под слаги И тут Год цепляет Этого же Шейкера Если дефуза Здесь Сформ Шейкер Бтанится Отстанется Свапают его Еще Но он Все равно Шел прямо И Год Убивает его Винга Подставилась Еще сама Год Монстр килл Год Не Вигас Таким не дает 4.0 года Ой 4.0 Вигаса 8.0 года Год Godlike пока нет. 12-0 на двоих уже. Налупили эти ребята. Общий счет 18-9. 33 минут 12 секунд позади. Ну и неужели никто так и не сломает правила, что Спектра обычно не проигрывает. Я уже не помню, когда был последний финал. Здесь на сцене, когда Спектра проиграла. Хотя вы знаете, команда Na'Vi. Ой, здесь смотрите Black Hole и втроем насилует Мигеля. Мигель уйдет или нет? Нет, никуда он не уйдет. С гемом НС Гушем глушит и все. 19-9. Идут дальше, вперед. 50 секунд не будет Мигеля. 50 секунд не будет Мигеля. Надо идти на ХГ. Так вот, команда Манкис вы... Ого! Команда Манкис выиграла у Na'Vi, когда у тех был хвост на Спектре. Хотя хвост на Спектре не перевернули. Тебе поймали Калка. Тут просто его изнасиловали. God-Godlike. Так. Вот это уже интересно. Есть ТП. А здесь что? Здесь God-O. Пытаются как-то окружлять, гонять по чуть-чуть. Бэтрайдер один на дефе. Антимах не обращает внимания. Сносит Бараки. В Мидиа М5 тоже сносят сторону. Спектра ультанула. Отогнала живые Бараки здесь. А на топе что? На топе улетела Спектра. И есть ТП сюда. Прыгает Антимаг. Бьет Лича. Получает гаш. Получает чайник. Ай, Дредд. Чайник. Неточный стан. ПГГ. Уходит отсюда Энджел. И ульта порыщена. А, хорош. ПГГ отпрыгивает от ульта аппарата. Ну, вы знаете. Вот оно. Была очень хорошая возможность у М5 снести сторону. Но в итоге они потеряли Т3 Тауэр полбарака. И смогли снести Т3 Тауэр полбарак. Манки бизнес не сдаются. И не сдадутся. Русские не сдаются. Это мы знаем. Датчане, как видим, тоже. Шекель по-прежнему пытается накалядовать на что-то. Монтестайл. Баттлфури. Владимирс. ПТ Ван Гуард. У Энджела. 4-2. Ну, и вот смотрите. Побежал Мигель пушить Тауэр. Тут еще Т1 вышка стоит. Тут уже бараки бьют. Тут еще Т1 вышка. Но Мигель ее сейчас убьет. Мигель ее сейчас убьет. Ого. Да, убивает Мигель Тауэр здесь. Ну, а Т2 Тауэр наверху прессует. Гот уже с Тараской. Тараска, Ван Гвард, Диффуза, Радиан, Саэгис, ПТ. Минус Т2 Тауэр на топе. Т1 на Т2. Мигелю пришлось продать одну из маск Розора. И сейчас будет драк. Решающая, кстати. Зашли. Гот бьют Тауэр. Полетел сворм. Рано. У ультаппарата тоже рано и ни в кого. Опа. Цыпанули. Шекер. Свап отличный. Шекер ультанул, но Шекер умирает. Биан Год Лайк. Гот. Продолжает нарезать. У Года уже 10-0. Здесь Винга. Огромные проблемы у Винги. Винга тоже умирает. Гот делает даблкил. Двое мертвых здесь. Пытается Энджел что-то делать, но тяжело что-либо сделать. 3-5. Мне остается спектра нереально мощная. 11-0. Уже Гот падает топ. У команды Манки Бизнес. Если упадет топ, упадет также Мид. Энджел не знает, куда ворваться. Он-то хорошо. Нет там у Тайда. Нет ульта. Но это побежали иллюзии. Барак упадет. Первый Барак. Энэс нарезает его. Боятся его. И есть минус Барак. Есть минус первый Барак. Еще второй будет бить Гот. Готу тут в принципе уже вообще до одного места на эти все дэмэджи, которые в него влетают. Ультаппарат на этот раз. Опять не точно. Все остальные М5 бьют. Этот Барак добивает его. Здесь вы смотрите. Энэс. Энэса толкают. Мир возвращается в ульт. Это Мисс Вивер. Вигас мега килл. Вигас мега килл. Драка продолжается. Убили опять Калка. Убегает отсюда. Венга никуда не уйдет. Гот 12-0. Гот 13-0. Байбэк от Вивера есть. Чайник летает просто по крипам. Потому что здесь героев нету. Ой. Куда? Сам себя. Ай. Ультанул. И трой очень лоу. Минус 1. Минус 2. Дред. Дред. Нет. Дред тут тоже не уйдет. А Спектра-то. Спектра-то бьет дальше. Энджел. Дабл килл. Минус унес. Минус Дред. Вигас тоже. И драка тут. Со Спектрой. Ой-ой. Гот. Осторожно. Ты че? Не. Ну Гот тут уйдет конечно. Они его долго будут гнать. Хотя. Ульт-аппарата. Но после Эгиса еще можно еще раз убить. Нет. Эгис сбрили. Потеряли одну сторону. Сбрили. Эгис. Вигас. Байбэк уже здесь. Вигас делает Хекс. Если бы не байбэкчился. Может быть уже был бы. Потеряла. Потеряла Эгис на сгод. Но в принципе там по таймингу скоро он бы и так пропал. 25-12. Опа-опа-опа. У Вигас огромные проблемы. Пытается он лететь. Но этот же за ним пойдет. До конца. Да. Много дэмажа влазит Вигаса. Вигас цепляет. Еще. Сам умирает. ПГГ затягивает двоих. ПГГ тоже умрет здесь. Нет. Спектра влетела. Минус один. Здесь Монтастайл. ПГГ. Гринпох. Отлично. ПГГшка. ПГГшки. Гостскепитер. Даблкилл ПГГ. Хорошо как вошел Володя-то, а. Убегает здесь от иллюзий. Ой, Спектра. С крипами заходит. Трое мертвых у Монки Бизнес. В дэфе есть. Только Энджел и Опарэйшн. В дэфе АПГГ. Компания, как вы все знаете, в рэпе. Поэтому для них все проще. Есть Глиф. Падает мид. Падает мид. И буквально в одном шаге М5 от чемпионства. Монтастайл. Энджел. Кого бьет? Бьет Спектру. Спектры 300 хп. Спектра на шейкера. Бедный шейкер восьмой левел. Там тысяча хп, которые разлетаются моментально. Нету двух бараков в миде. Все. Нет. Четверо героев М5 здесь. Четверо живы также у Монки Бизнес. Последняя сторона осталась целая. Здесь много крипов. Ну и Гот пошел танковать. Гот четыре косаря. С копейками на кармане. Диффуза закончились. Не страшно. Не страшно вообще. С диффузами, кстати, это Спектра. Это тот же Антимах. И Антимах прыгает. Сюда сразу ТП. Гот пытается уйти. Убьет сначала крипа. Тает здесь. Тает без маны уже. Толкнули его. Прыгает сюда же. Энджелс забирает Анесса. Это Доминейтинг. ПГГ тоже огромные проблемы. Гот. Че там делает? У Гота там своя война. ПГГ тоже убили тем временем. Дред. Дред еще много маны и убегает. Смотрите. Ой. А здесь-то минус Винга. Нет. Шекер отстанивает. Винга сейчас тоже умрет. Визайт стик. Да. Винга умирает. Вига забирает этот килл. Лич рядом. Лич рядом. Дает еще просто армор. И последние шансы уже. Возможные только. Так. Ой. Чайник отличный. Еще раз. О-хо-хо. Биангат лайк гоут. Если нет байбека. Все. Я чемпион. Пишет Дред. Ну прав. Вигаса убили. Энджел. Байбек убил Вигаса. Бараки по-прежнему тут целы. Ну вот пачка криповых будет бить. И пошел ПГГшка. Дальше жарить эти Роксы. О чем мне? 18 левел. Идалон. И шекер стан. Нужно быть осторожным. ПГГ. Не забывать, что он один. Не забывать, что он один. Мигель 4-6. 2-3. Линк. Хопа. Не палится, дружиня. Монтостайл, кстати, появился также у Мигеля. Монтостайл по-прежнему там у Энджела. У него там деньги есть. Байбека пока не насобирал. Но скоро насобирает. Дожидается, понятно, на М5, чтобы всех своих, чтобы по идее убить здесь. Обновил Диффуза, тем временем, год. Купил Иглхорн. На байбек все равно. А не, нету там на байбек. Вы знаете, там 15-0 у года. На спектре. 15-0. Здесь же Тайд. Гоффскептер у него. ПГГ тоже гоффскептер. Даггер, Мека, Мистик Став, Сол Ринг. Последних два барака остались и Манки Бизнес. Последних два барака. Ну и М5 на базе. Видим, есть Идалоны, есть Год, есть Тайд. Идут. Идут. И пошли бить бараки. Крипы на базе, все по чесноку. Нарезает Год. Но Манки должны дефить здесь. Шейкер отстанивает. Но последний барак остался. И что делать? Тайд ультует. Хо-хоу. Ждали они здесь Энджела. Мигель умирает. Год убивает Энджела. Год убивает Калка. Делает даблкил. Вигас убивает Риза. Минус 4, минус 5. Падает последний барак. Пишет команда Манки с ГКМ 5. Чемпионы. Один Дрэд себя чувствует чемпионом. Остальные что-то нет, по-моему. Ну Дрэд заслужил. Год там. Ну 17-0. Ну я тоже так в пабах могу. Ну что ж, браво. Действительно классная игра. Тебя поздравляет, видите, Манки с своих оппонентов. Хорошая игра. Хорошо играли Манки. Выиграли они полуфинал. Ну и вообще весь турнир, вы знаете, нам подарил нереальное количество классных игр. Первый групповой этап. 32 команды. Второй 16. Третий. Лан-финал. Да, расстроены немножечко датчане. Но все же, они вторые. Они вторые. Володя, покажи, как ты радуешься хоть чуть-чуть. Покажи, ну покажи. Все ясно. Володя не особо доволен. Он в рэпе. Все нормально. М5 чемпионы. 3000 долларов ложатся им в карман. Второе место. Команда Манки Бизнес. 2000 долларов. Ну и кто займет третье? Еще неизвестно. Матч Хвост плюс 4 против ДТС продолжается. Ну а я с вами, наверное, и прощаюсь. Сейчас будет такое маленькое символичное награждение команд. Потому что мало очень времени.